Владимир Офисенко, политолог, поможет нам обсудить все эти вопросы. Владимир, приветствуем вас в эфире. Добрый день. Итак, вопрос о принятии пакета помощи для Украины, а также для Израиля и Тайвана, остается открытым. Блумберг пишет, что не раньше середины апреля может быть голосование. Ранее в телефонном разговоре со спикером Джонсоном, президентом Украины, Владимир Зеленский, призывал принять решение, отмечая, что это критически важное решение для Украины. Понимают ли критическую важность этого решения республиканцы и как долго смогут еще оттягивать принятие этого законопроекта? Я думаю, что многие республиканцы это понимают, но, к сожалению, доминирует логика предвыборной борьбы. Именно поэтому, как и предыдущие полгода, республиканцы отказывались поддерживать любой законопроект, который поддерживал Байден, Белый дом, демократы. Правда, тогда они не выдвигали своих идей, своих законопроектов. Вот сейчас, возможно, пока еще мы точно не знаем, но возможно, что появится законопроект от самих республиканцев. Если это так, то уже шаг вперед. Когда именно проголосуют? Ну, вот 9 апреля конгрессмены возвращаются с пасхальных каникул. Самый, конечно, оптимальный для нас вариант, если они сразу же 9 или 10 апреля проголосуют за поддержку Украины. Наверное, тоже оптимальный для нас вариант, если бы они поддержали, если Майк Джонсон выделен на голосование сенатский законопроект. Двухпартийный, кстати. Но в республиканской партии доминирует позиция, что не надо поддерживать то, что поддерживает Байден. Надо выдвигать что-то свое. По разным утечкам из Конгресса, вроде бы, сам Майк Джонсон и депутаты, близкие к нему, конгрессмены, готовят свой собственный законопроект. Вот как раз поддержка Украины на условиях некого ленд-лиза, льготного кредитования. Так оно или нет, мы пока не знаем точно. Ситуация прояснится, скорее всего, уже на следующей неделе, вот когда конгрессмены вернутся. Если к этому времени появится республиканский законопроект, да, значит, вот есть альтернатива. И тогда это несколько более вероятный вариант. Не исключается, слухи об этом тоже есть, что под давлением и части республиканцев, в том числе, Майк Джонсон все-таки может поставить на голосование вот этот двухпартийный законопроект, поддержанный уже сенатом. Поэтому вероятность поддержки, помощи Украины сейчас все-таки больше, чем это было в январе или феврале. Но когда именно проголосуют и какой именно законопроект проголосует, это пока не ясно. Вариант, что это произойдет в середине апреля, тоже существует. Это в том случае, если республиканцы будут продвигать свой законопроект, потому что тогда он должен быть поддержан сенатом, подписан Белым домом. Но это немножко может затянуться. Посмотрим. Но так или иначе, сейчас очень важно общественное давление. Вот украинская сторона, наш президент, активно работает и с Майком Джонсоном, и с Белым домом в целом, с американским общественным мнением. Ну, естественно, и все наши друзья сейчас, наша диаспора, все друзья Украины в Соединенных Штатах тоже должны сейчас активизировать свои усилия для того, чтобы в конце концов вопрос о поддержке Украины был проголосован в Нижней Палате Конгресса. Хотелось бы обсудить итоги заседания Совета Украины-НАТО, но, знаете, вот буквально несколько часов New York Times написал о том, что Соединенные Штаты и Германия сохранят оппозицию к приглашению Украины в НАТО. И в таком случае вопрос скорее звучит по-другому. Каков был смысл создания Совета Украина-НАТО, если до сих пор в самом НАТО остаются, если речь идет о США и Германии, если верить написанному New York Times, то это одни из основных членов Альянса, а у них скептическое отношение к вступлению Украины в НАТО? Не только у них. Один из главных аргументов для того, чтобы Украина стала членом НАТО, должны поддержать все. Все 32 страны. Я могу вам назвать как минимум две страны, которые могут заблокировать приглашение. Мы знаем, как они называются. Поэтому тут не стоит удивляться. Нет никакой сенсации в информации New York Times. Все эксперты прекрасно знают, давно, в том числе и до заседания Совета Украины-НАТО, что не планируется приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите. Почему не планируется? Потому что идет война. И неизвестно, когда она закончится. Пока идет война, нас в НАТО приглашать не будут. Для того, чтобы не была задействована в той или иной форме пятая статья о взаимной обороне. Даже вариант, который предлагается Украиной, вариант компромиссный. То есть приглашение, но с отложенной датой. То есть нас могут пригласить в НАТО, но само вступление состоится позднее, уже после завершения войны. Здесь критика другого рода. Потому что таким образом Россия будет до бесконечности затягивать войну, для того, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО. Поэтому пока что избран такой компромиссный, палеотивный вариант. Вот вы сказали, а зачем тогда Совет Украины в НАТО? А для того, чтобы было постоянно регулярное взаимодействие. Это форма нашей интеграции. Раньше был более низкий ограниченный формат взаимодействия с НАТО. Который, например, Венгрия блокировала несколько лет. Когда они могли провести совместное заседание даже на уровне Министерства иностранных дел. А сейчас решение о созыве Совета Украины на НАТО принимает Генсек. Никакая Венгрия заблокировать не может. И обсуждаются на этом Совете практические вопросы. В том числе сейчас обсуждался вопрос о том, где найти дополнительные установки Патриот для Украины. Каким образом усилить противовоздушную оборону Украины. Вот в этом смысл. По сути, де-факто членство Украины в НАТО происходит. Но, к сожалению, без пятой статьи. И речь идет о том, чтобы на Вашингтонском юбилейном саммите НАТО, а сейчас отмечается 75 лет создания НАТО, как раз вот и нынешняя встреча министров иностранных дел НАТО, на которой состоялось заседание Совета Украины на НАТО. Это тоже юбилейная встреча. Подбивают итоги. Но самое главное, что, как вот сказал генсек НАТО Столтенберг, вопрос не о том, сейчас или не, или никогда. Нет, так вопрос не стоит. Украина будет членом НАТО. Вопрос в том, когда. При каких условиях это произойдет. Тут, да, есть варианты. Я думаю, что просто это уже вопрос тактики, а не стратегии. Стратегия определена. Мы идем к членству в НАТО. А вступление в НАТО, я думаю, будет определяться условиями завершения войны. И это надо воспринимать достаточно прагматично. Не надо из этого делать повод для истерики, депрессии и так далее. Вот мы хотим сейчас, а нас не принимают. Не надо себя вести, как ребенок, которому пообещали конфетку, а не дают ее сейчас, а скажут, ты ее получишь после того, как хорошо закончишь школу или выполнишь какую-то работу. В данном случае работает логика, связанная с военными действиями. Для нас сейчас гораздо важнее, чтобы страны НАТО нам оказывали практическую поддержку оружием и боеприпасами. Это гораздо важнее, чем формальное обещание членства в НАТО. Задачу надо решать постепенно, шаг за шагом. Я вот к этому отношусь очень спокойно. И в НАТО сейчас озабочено другим. Надо предложить нам какие-то более весомые, скажем так, действия, предложения, которые бы подтвердили вот эту интеграцию де-факто. Когда мы вступаем в НАТО пошагово, без юридического оформления. Ну и, видимо, один из таких шагов будет это подписание соглашения о безопасности, о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенными Штатами. Я так думаю, что наверняка это приурочено к Вашингтонскому саммиту НАТО. Возможно, туда пригласят нашего президента, чтобы в торжественной обстановке это сделать. Это будет какой-то компенсацией за отсутствие приглашения. Ну и параллельно еще такое же соглашение надо будет подписать с Японией. Кстати, вот на днях подписано уже восьмое такое соглашение, на этот раз с Финляндией, новой страной НАТО, которая только вступила. И это как раз создание новой коалиции, коалиции стран, которые гарантируют нам продолжение поддержки в сфере безопасности. Речь идет о поставках оружия, боеприпасов, обучении наших военнослужащих, взаимодействии в сфере безопасности, в том числе передачи разведывательных данных и так далее. Очень много конкретных практических вещей. И это не только на нынешний период войны, но и на период после завершения войны, как сказано в целом ряде соглашений, например, с Великобританией, с Францией до момента вступления в НАТО. И поддержка Украины, евроатлантическая интеграция Украины прописана в целом ряде таких соглашений, в частности, с Великобританией, с Францией и с целым ряда других стран. Вот по поводу военной и практической поддержки Украины. Вы вспомнили о патриотах. В Брюсселе также Дмитрий Кулеба встречался с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Тоже обсуждали поставку Украине системы противовоздушной обороны. Кулеба заявил, что у наших партнеров около 100 таких установок патриот, а Украине сейчас крайне необходимо хотя бы 5-7. В чем сложности, если действительно есть у партнеров эти 100 патриотов, передать Украине 5-7 штук? Я назову две причины или две проблемы. Первая – это очень дорогое оружие. Батарея патриот из 9 установок, весь комплекс, потому что 9 установок плюс система радиолокации и целый ряд других вспомогательных инструментов. Вот эта батарея стоит 9 миллиардов. 9 миллиардов долларов. Вот для сравнения. Весь пакет американской помощи, который должен проголосовать Конгресс, о чем мы говорили, 60 миллиардов долларов. Это в целом для Украины, включая макроэкономическую поддержку, военный пакет около 45 миллиардов. Пакеты ежемесячные, которые нам и США предоставляли, ну не ежемесячные, а такие разовые пакеты военной поддержки. Снаряды, боеприпасы, оружие. Как правило, это несколько сот миллионов долларов, 200-300 миллионов долларов. Вот Германия пакет на 300 миллионов предоставила. Даже одна установка патриот стоит 1 миллиард. Это дорогое оружие. И это, ну скажем так, влияет на решения, в том числе бюджетное решение для каждой страны. Потому что поставки такого оружия требуют согласования с парламентами, бюджетных согласований. И это, конечно, надо учитывать. Второе. Это вопрос обеспечения собственной безопасности. Нам давали такое оружие из запасов. Каждой конкретной страны. Кто-то отдал даже последние установки, которые у них были. Кто-то отдал, вот как Германия, несколько установок. А теперь вот для них выбор. Либо отдать Украине еще несколько установок, там 2 или 3 установки. Но тогда как компенсировать? Это вот как раз несколько миллиардов долларов в свой бюджет. Их надо взять откуда-то из социальных программ. Но тогда кто-то пострадает. Как сказал один, ну судя по всему, немецкий политик, анонимно сказал. Мы понимаем потребности Украины. Понимаем, что нужно помочь. Но при этом мы думаем, если мы сейчас поможем, возьмем для этого деньги из социальных программ. И возникнет вопрос, а завтра нас переизберут или нет? Вот эта логика, к сожалению, тоже работает. Нам ее сложно понять, потому что у нас люди гибнут. Разрушается Харьков. Но политики западных стран думают, в том числе, о своих электоральных интересах. Вынуждены балансировать свои бюджеты, в том числе военные. Вот этот фактор, он, к сожалению, но он работает. Поэтому я думаю, что несколько таких установок для Украины все-таки найдут. Поскребут по сусекам. Найдут. Но сейчас вот в чем проблема, не только по патриотам, а по многим другим видам оружия, в частности, по артиллерийским снарядам. Уже в запасах необходимого для нас оружия нет. Его надо производить. То, что нам будут передавать, надо делать заказы на производство этих видов оружия на будущее. Вот это сейчас проблема. И надо увеличивать затраты на оборонные бюджеты. Процесс уже идет. Оборонные бюджеты, в том числе и Германии, растут. Впервые за многие годы Германия, судя по всему, если не в этом, то в будущем году, выйдет на норматив НАТО. 2% от ВВП в затратах на оборону. Это то, чего, кстати, требовал Трамп в свое время от многих стран НАТО. Этот процесс идет, но, к сожалению, не так быстро, как нам хотелось бы. Поэтому Украина сейчас проводит наступательную позицию. Мы, ну, не только мы, а самовоенная ситуация. То, что происходит с обстрелами наших городов. Это сигнал тревоги. Да, нам нужно сейчас максимально быстро помочь. И не только с патриотами, а и с другими системами ПВО. Но для этого страны НАТО должны увеличить свои затраты на оборону. И в том числе и на поддержку Украины. Да, и удивляет то, что даже в таком вопросе, в связи с этим, некоторых европейских политиков больше волнует предвыборная программа. Потому как, ну, понятно же, что агрессор, он не остановится на чем-то одном. Российская Федерация за то время, когда она существует именно как Российская Федерация, осуществляла ни одну военную агрессию. И что, она остановилась? Нет. Поговорим о помощи Украине дальше. Пятилетний фонд в 100 миллиардов евро инициативу лично выдвинул генсек НАТО Йенс Столтенберг. Главы Министерства иностранных дел стран, членов Альянса, накануне в Брюсселе финального решения не приняли. Но, как сказал сам Йенс Столтенберг, есть консенсус. Что это за консенсус и какие перспективы принятия этого пакета помощи? И есть ли такие деньги у членов Альянса? Вот на сегодня нет. Именно поэтому решение не принято. А есть политическое согласие, что надо создать такой фонд. Мы не знаем оппозиции, опять-таки, Венгрии, Словакии. Страны, которые традиционно не хотят поддерживать именно в военном отношении Украину. Но абсолютно большинство стран НАТО это понимают и поддерживают в создании такого фонда. А дальше надо практически решить. То есть уже не просто сама идея поддерживает, а саму идею. Как я понимаю, ее поддерживают. Но теперь надо рассчитать, сколько, какие страны, сколько могут внести в этот фонд. Это фонд не на один год, наверное. Но его надо создать для того, чтобы обеспечить стабильную поддержку оружием и боеприпасами для Украины. И, соответственно, из этого фонда можно будет и размещать заказы на производство оружия, закупать оружие, возможно, у третьих стран. Как сейчас инициатива президента Чехии, она реализуется. И понадобятся, наверное, такие инициативы и по системам ПВО, по ракетам для систем ПВО и так далее. Поэтому надо определить, сколько США дадут, сколько страны Балтии. Потенциал этих стран очень разный. Например, страны Балтии предложили тоже норматив. Я говорил, что в НАТО есть норматив 2% от ВВП. На оборонные затраты. И большинство стран НАТО его не выполняли. А сейчас понимают, что надо выполнять. И вот страны Балтии предложили, чтобы такой же норматив, причем умеренный, полпроцента от ВВП каждой страны, Европейского союза и НАТО, шли на поддержку Украины. Вот если такой подход будет принят или похожий на него, то тогда дифференцированно, да, можно в складшину собрать эти 100 миллиардов. И тут еще действительно надо понять, то есть это фонд такой разовый, либо он будет на какой-то продолжительный период времени. То есть он будет рассчитан, например, на 3 или 5 лет. На 5 лет нам прогнозируют, хотят его создать на 5 лет. Вот, это тоже вопрос согласования. Я почему говорю, это идея Столтенберга, да, на 5 лет, да, но это тоже вопрос согласования. Поэтому цифра может поменяться, но сейчас главное положить это на некую организационную финансовую основу. Распланировать этот процесс, чтобы правительство соответствующих стран его поддержали, проголосовали, потому что придется же деньги брать из своих национальных бюджетов. А вот тут как раз и срабатывают электоральные интересы. Потому что если вы берете деньги на оборону и поддержку Украины, значит вы у кого-то эти деньги забираете из каких-то других программ. Мы-то понятно понимаем все риски и угрозы со стороны России. А пока, знаете, как это часто бывает, пока на нас не напали, мы эти риски не воспринимаем. Точно такая же ситуация была в Великобритании перед Второй мировой войной. Черчилля довольно долго не понимали, пока Гитлер не напал на Францию, не случился Дюнкерк. Ну, то стало понятно, что да, вот надо готовиться, надо вооружаться. С некоторым запозданием, но Великобритания это сделала. Кстати, тоже потом с поддержкой Соединенных Штатов. Так что и сейчас идея уже одобрена. Теперь надо, чтобы она практически воплощалась в конкретных финансовых и нормативных решениях. Владимир, спасибо вам большое, что все разъяснили. Владимир Фисенко, политолог, говорили о помощи Украине от Соединенных Штатов, которую Украина ожидает, и будем надеяться в ближайшее время. А также о помощи Украине от европейских партнеров и от НАТО. О перспективах членства Украины в НАТО поговорили. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...